МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наступила долгожданная суббота, 24 августа. Зверевчане сегодня отмечают 200-летие основания и 30-летие со дня образования города Зверево. Зверевчан и гостей ждет большой праздничный концерт и вообще большая праздничная программа. Сегодня для наших телезрителей работают две съемочные группы телекомпании «Маяк». Мы постараемся побывать на всех действующих площадках, посмотреть, что происходит, передать настроение, конечно же, мастеров, спортсменов, солистов, танцоров и настроение наших горожан. А сейчас мы находимся на первой площадке, самой вкусной, самой полезной, самой питательной – это ярмарка. Первым делом, как мы уже сказали, съемочная группа отправилась на ярмарку. Праздник праздником, а кушать хочется всегда. Горожане делали заготовки на праздничный стол и на зиму. А здесь было на что посмотреть, что прикупить, и не только в плане продуктов питания, но и одежды. Никто не ушел, как говорят, с пустыми руками. С ярмарки мы поспешили на площадь «СКЦ «Маяк», где играл Духовой оркестр «Возрождение». Всего несколько минут, и вот оно, торжественное открытие масштабного праздника. Ведь именно сегодня наш молодой город отмечает свой юбилей. 200 лет со дня основания и 30 лет со дня образования города. С праздником, любимый город! С юбилеем! В нескольких шагах от сына по периметру всей площади расположились мастера-умельцы, люди искусства, представители клубов, социальных учреждений со своими работами. Причем на выставку прибыли не только наши земляки, но и гости из городов Новошахтинска, Белой Калитвы, Гукова и прочих городов. Я из города Новошахтинска, из клуба увлеченных. У меня продукция, вещи валеные из шерсти, завечья. Техника мокрое валяние. Клуб у нас нет возрастных именно рамок. И молодые, и пожилые, и пенсионеры. Продукцию разную делаем, увлечения разные. С бисероплетением, флористика, вышивка бисера, иконы, декупаж. Мы из города Новошахтинска. Автономная некоммерческая организация, Центр социальной реабилитации инвалидов других категорий граждан «Добро». Это работы наших детей-инвалида. В нашей организации дети, попавшие в трудную ситуацию, инвалиды, многодетные семьи, приемные семьи. А это работы детей, которые страдают аутизмом. Это ручная кукла. Почему она называется ручная кукла? Потому что там нет ничего машинного. Это дети вырезают по шаблону куклы, потом их наполняют и сами их одевают. Здесь картины у нас сделаны работы лентами. И дети, которые стараются работать, они начинают ходить в общество. Потому что мы с многими детьми работаем, которые до этого были дома, сидели и все. Сейчас мы входим в общество. И мы являемся вторичными лауреатами фонда президентских грантов. В прошлом году мы выиграли на 400 тысяч грант, а в этом году на полтора миллиона для работы с детьми-инвалидами. Александр Дохленко из Белой Калитвы выставил кукол домовых, оберегал поделки из бисера. Все эти удивительные работы его жены Инны, которая стала заниматься этим творчеством три года назад, став инвалидом. Чтобы чем-то себя занять и быть чем-то полезным обществу, сегодня в ее руках рождаются вот такие шедевры. Что вам сегодня понравилось? Что приглянулось? Ой, мне понравились вот эти картины. Вообще, думаю, какие умницы, сколько трудов, да? Там еще понравились маленькие тапки с бойлок, а вообще женщина-то продает. Натурально. Натурально. Ой, вообще чудо. И много всего. Я в восторге. Вы знаете, бесподобно. Столько красочно, столько интересно, радостно. Прям, ну, чудо. И очень интересная у нас ярмарка. Я была в Пукриковке неделю назад, тоже такая же, в честь Калининского лета. Это Калининское лета в честь его юбилея. Ну, там победнее было. А здесь превосходит намного. Вообще чудо. Одних игрушек, а какие картины. Ой, ну чудо просто. Я довольна. Настроение замечательное. Вас взаимно поздравляю с праздником и всех жителей города. Праздник удался, но это только начало. Вы люди творческие. Наверное, вы сразу оценили, кто какие работы сегодня здесь предоставил. А вам так что вот еще нравится? Мне очень нравится Ольге Владимировне Гамовой, вышитой бисером картины. И вот куклы у нас впервые сегодня. Замечательные куклы. Занимаюсь своим творчеством лет пять. Начала, увлеклась, затянула. Радуюсь своим игрушкам. Вот только подошли, но уже потанцевали, участвуем. Поздравляем всех горожан с этим праздником. С Днем Шахтера, с Днем Города. Всего-всего всем хорошего. Очень все хорошо организовано. В каждом уголке есть где зацепиться глазу и где получить праздничное настроение. Видели по объявлениям, которые висели на всех автобусных остановках, что программа будет обширная. Я думаю, что сегодня мы получим здесь массу положительных эмоций и будем поздравлять друга с праздником. Число отдыхающих прибывало на площадь с каждой минутой. И какой приятной неожиданностью для нас стала встреча с предпринимателями Игорем Никульшиным и Александром Гридневым. Казалось столько, что мы принимали от них поздравления с вершины Эльбруса. И вот они, красавцы, перед нами. Спасибо вам за приятный сюрприз. Расскажите, как это вы долго сохраняли в тайне? Да, мы, в принципе, не долго сохраняли в тайне. Это запланировали еще год назад. Год назад. Ну, Господь управил так вот в этом, в августе месяце пойти. Ну, в принципе, погоду посмотрели. Погода позволяет. Время есть. Желание огромное. Просто желание было подняться, посмотреть, проверить себя, свои силы. Пройти с другом, посмотреть, как он, настоящий ли друг. Парня в горы взял, ну, проверил. Да, настоящий друг. Ну, сказать честно, помог Господь нам. Погода показывала, что ее нету. Там все в шоке. Куда вы идете? Погоды нету, нет. Мы на все воля Божья и пошли. И действительно, все, ушли тучи, все нормально, погода позволила. Поднимаемся наверх. Ветер сумасшедший сдувает. После Господа Господь помогает, утихает ветер. Ну, все, поднялись, все хорошо. Ну, сегодня спустились с гор, так сказать, в жару, как настроение, где, что уже понравилось. Мы видим, что вы свою продукцию здесь представляете. Мы представляем не продукцию, мы представляем своей компанией. Вот я представляю свою компанию Росполипласт. Мы показываем то, что мы производим. Производим вторичную гранулу полимерную. Тут же рядом стоят наши клиенты, которые сейчас уже стали резидентами ТОССР. Сашка представляет свою муку, рекламирует. Ну-ка, расскажи об этом. Моя фирменная мука сделана на жирновых мельницах. Цельная из жирновых. Пока стоит, она вот эта красота. Сейчас он расскажет. Сделана на жирновых мельницах. Она очень полезная. Она сохраняет все свои церебные качества. Употребляет ее, чистится желудок. Все это время, пока мы рассматривали работы мастеров, восхищались их творчеством и фантазией на сцене. Одни артисты сменялись другими. Зрители с неподдельным интересом следили за выступлением каждого из них. Замечательное настроение. Праздник очень нравится. Где побывали? Что посмотрели? Ну, мы только здесь побывали. В центре выступает наш ребенок. Ладошек не щадите, громко хлопаете. Очень. Ну, смотрите, как сегодня хорошо, красиво звучит песня. Вот только почему не танцуют? А вы не могли бы нам показать что-либо? Нет. А вместе со мной? Слабо? Да не слабо. Паре с этой молодой, быстрой, красивой девушкой я выглядела, возможно, смешно, но зато пресала от души, как могла. Согласитесь, но разве можно устоять на месте, когда звучит бодрящая музыка, и многие сами просятся пляс? Так что подбодрилась, размялась и вперед на фото-зону «Счастливый город», подготовленную учреждениями социальной сферы. Мы представляем гимназию имени Антона Павловича Чехова. Подготовили баннер с цитатами из биографии Антона Павловича Чехова, так как Антон Павлович бывал в нашем городе, останавливался у нас на вокзале. По дороге к своему другу в Новочеркалск записывал вот такие заметки. Это выдержки из его заметок. Можно остановиться и почитать. Чудесное настроение. Хотим поздравить от детского сада «Мишутка» весь наш город, наших любимых, красивых, дорогих жителей. С праздником! Всем здоровья! Трудовых всяких успехов! Всего хорошего! Дети, мы называем их цветами. И это правда, ведь они нас радуют своими ясными глазами, в которых озорные огоньки. У них свой мир, и взрослым там не место. Совсем другими нужно быть людьми, чтобы понять нам, что такое детство. Порой и мы становимся детьми. Наш сад – это активность, любовь, единство, надежность, уверенность, шаг в будущее, комфорт, успех. А вместе, Аленушка, добрая сказка из детства. И детство – яркий мир. Мы сегодня приготовили отличное настроение. Мы приготовили курень от нашего любимого детского сада «Белочки». А еще мы от всей души, от всего сердца поздравляем и всех жителей города Зверево, и, конечно, наших шахтеров. Желаем всего самого наилучшего, самого прекрасного. Любите, будьте любимы, и пускай будет мир на всей земле. На стране отличное. Мы всех приглашаем в наш курень казачий, потому что наша школа имени Атамана Платова. И всех ждем, и всем будем рады. С праздником, дорогие горожане! Мы представляем образовательную организацию «Средняя школа номер 4». Все у нас представлено в русском стиле, потому что наша школа чтит и уважает русские традиции. Мы от своего коллектива детского сада «Звездочка» поздравляем наш город с юбилеем, с 200-летием. Желаем ему процветания, желаем ему красоты, чтобы все было на высшем уровне. Признаюсь, немного уже устали под палящими лучами солнца. Казачки детского сада «Белочка» напоили родниковой водой. В детском саду «Звездочка» угостили звездочками счастья. В каждом пакетике пожелания. А вот в доме детского творчества решила посмотреться волшебное зеркальце. Говорят, на 10 лет становишься моложе. Что он не молода, но во всем виновата не зеркало, а видеокамера. С фото зоны мы отправляемся в расположение казаков, где полным ходом идет подготовка к выступлению Миллеровского оконного взвода. Перед началом наездники получили благословение от нашего отца Дмитрия. Миллеровский оконный взвод образован на территории города Миллерово 11 лет назад. Занимается охраной правопорядка с полицейскими. Занимается охраной лесонасаждений, внутреннего порядка дружине, 9 дружинников. Ребята несут посуточно службу на конюшне и выезжают на патрулирование в течение 4-5 часов по территории города и района. Помимо этого, конный взвод Миллеровского района участвовал в съемках фильма «Тихий дон», участвовал в съемках фильма «Смотритель маяка», участвовал в конном переходе город-герой Волгоград, город-герой Севастополь в 15-м году, посвященный 70-летию Победы. Занимает призовые места во время проведения конно-спортивных соревнований в станице Старочеркасска В течение 4-х лет ребята организовали работу кружка верховой езды. Вот наши девушки обучаются езде на коне и увидите сегодня сами, как они это делают. У нас слаживается традиция посещения города Зверево во время ее празднования дня города. Ну и поздравляем жителей с 200-летием города, желаем здоровья, счастья, удачи. Ну и посмотрите, чему научились наши кони и дружинники. Очень любим заниматься джигитовкой. Сама я появилась на конюшне не так давно, но каждое занятие приносит немимоверное количество радости и счастья. Хочется заниматься этим всю жизнь. Рубка будет, пика будет, фланкировка будет, джигитовка будет, прыжки через препятствия, прыжки через огонь будут. ПЕСНЯ 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 Очень интересно, очень красиво. Лошади ухоженные, люди сами, кто ездит на них, очень красиво, молодцы. Наверное, мы бы так никогда не смогли бы. Конечно, очень бы хотелось прокатиться на лошадях, на этих, на красавчиках. ПЕСНЯ Очень понравилось. Красочная. ПЕСНЯ Вы первый раз на конно-спортивных выступлениях? ПЕСНЯ Да, первый раз. ПЕСНЯ А самому бы хотелось так прокатиться? ПЕСНЯ Да, хотелось бы. ПЕСНЯ 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 Нет, не очень. Ну, а мамочка что добавит? Ну, все прекрасно, все хорошо, замечательно. Очень весело. С праздником всех поздравляю. В этот день особенно счастливы были наши дети. Невозможно было пройти мимо различных аттракционов. Им хотелось покататься на каруселях, машинках, побывать у бассейна, скатиться с горы. И родители им ни в чем не отказывали. Субтитры сделал DimaTorzok Кроме этого, малыши и школьники испытывали невероятный восторг, фотографируясь с ходулистами, живыми статуями, восхищаясь запуском мыльных пузырей. Не прошли и мимо аквагрима. КОГО ЗАКАДЫВАЛОА? БЕЛКУ. БЕЛОЧКУ? Ну, мне кажется, ты получилась. Такая красавишна. Тебе еще комплименты не говорили? Нет. Нет? Только что сделали. Ну, скажи, а как праздник сегодня? Где побывала? Выступала. Очень хороший праздник. А что посмотрела? Ну, как выступают красиво. А город Мастеров смотрела? Какие здесь подделки? Какие здесь картины? Ну, пока что нет. На аттракционах еще тоже не были? Ну, было. У нас артистка, одним словом. Тебе сейчас, сегодня у тебя главная задача веселить зверевчан и гостей города, да? Угу. Время близилось к обеду. Самое время подкрепиться. Городское казаче общество приготовило для горожан бесплатный обед. Что мы только сегодня не приготовили. Вообще, сегодня великий праздник. Я сам родился в этом городе. 200 лет для меня не пустой звук. Я был недавно в ДК, вспоминал, как я недавно там еще совсем мальчишкой был, смотрел кино. А сегодня мы отмечаем 200 лет. И для этого мы, наше городское казаче общество, решило сегодня сделать праздник людям. Мало того, что сегодня приезжал милеровский казачий взвод, так еще, собственно говоря, мы приготовили три блюда. Три основных казачьих блюда. Это донская уха из трех видов рыб. На такой котел 70 литров у нас ушло порядка 20 килограмм рыбы. Но для нашего населения ничего не жалко всех с праздником. Второе блюдо – это казачий походный кулеш. Это каша на все времена мясо, сало, овощи. Ну и узвар, компот, который варили когда-то наши предки. Мы варим. Мы сначала сухофрукты, потом их достали, потом свежие фрукты, то есть густой вкусный компот. То есть, если хозяйки не знают, что такое узварь, вы уже все рассказали рецепт, как он готовится. Обращайтесь. У самих как настроение. Вы знаете, прекрасное настроение. Я вижу, что людям всем нравится. А это главный показатель. Главный показатель того, что обед удался. Очень вкусно и ухай, и каша. Все вкусно. Спасибо вам за праздник и за обед. Сегодня просто превосходно. Я счастлив. Я специально с утра приехал, чтобы у вас побывать. Пробыли, очень вкусно все. Особенно мне понравилось конно-спортивное мероприятие. Смелевская станица. Все отлично организовывалось. Мы, правда, еще не были. Где-то начинается так. Уха блестящая, шулюм. Все. Я сам же казачок с камень. Сначала уже удалось. Удалось сначала. Спасибо администрации, городу, всем шахтерам, жителям. Прекрасное настроение. С праздником. Все-таки город наш шахтерский. Всех благ, радости. Всеменно было получше и большой любви. Все это время зрители радовали участники праздничного концерта. Художественные коллективы города Зверево, Красного Сулина, Новошахтинска. Пока зрители аплодировали солистам-танцорам, мы поспешили в бильярдную. Ровно в два часа гостеприимные хозяева бильярдной Юлия и Анатолий Лилявины встречали участников турнира по бильярду. Сегодня между командами города Буково, командой города Зверево 30 лет образования и 200 лет основания состоится турнир среди моногородов по бильярдному спорту по системе «Свободная пирамида». Оценивал игру на четырех бильярдных столах, как всегда, исполнительный директор Федерации Ростовской области по бильярдному спорту, судья международной категории Вадим Бабаев. Очень приятно сегодня находиться в Атанцаре. Спасибо за приглашение. Да, действительно, уже соревнования становятся традиционными. Я уже спросил, когда следующий турнир будет. Мы будем готовиться еще тщательнее. Хочу поздравить всех жителей города Зверево с юбилеем, с днем города. Завтра еще небольшой праздник День Шахтера. Также вас всех поздравляю. Надеюсь, сегодня турнир пройдет достойно. Победит сильнейший. Но самое главное, чтобы победить дружба и то, что мы встретились, пообщаемся. Это, наверное, самый большой плюс. В составе наших команд появились и новые игроки. Один из них – заместитель главы администрации города Зверево Андрей Возный. В этом бильярдном зале я уже не первый раз, но принимаю участие именно в турнире по бильярду. Это для меня впервые. Тем более еще в такой праздничный день. День города. Города Зверево. 200 лет образования. 30 лет образования как города. Вообще бильярдом занимаюсь уже очень давно. В нашем городе начал заниматься, учиться. Еще у нас была бильярдная, где была столовая, в Платан была. Ну и с тех времен, как бы, всегда поддерживаю форму для игры в бильярд. Ну, думаю, что игра будет интересная, соперничество будет сильное. Ну и, как говорится, победить сильнейший – это по наградам, а так победить спорт и дружба. Результаты этой игры порадовали наши команды, занявшие первые два места. Первое место – команда «30 лет образования», в состав которой вошли. Ильченко, Никульшин, Проскурин. На втором месте команда «200 лет со дня основания» в составе Возный, Каратаев, Поликарпов. В завершении игры бильярдистов ждали грамоты, кубки, фуршетный стол и море позитива. Вы, гости дорогие, не прогневайтесь за угощения. Чем есть, тем и подчиваю. В полдень, в пик жары, многие зверевчане и гости города поспешили укрыться в тени. Благо, молодежный бульвар в двух шагах от площади. Здесь посетители нашли не только спасительную прохладу, но и развлечение по душе. Под сенью деревьев бульвара целый город разбили зверевские библиотекари. Их праздник назывался «Я лучше города не знаю». В программу вошли выступления театрального объединения «Эхо» из Дома детского творчества и ансамбля «Донские зори», а также краеведческий, развлекательный час, фото-выставка и фотогалерея, турнир знатоков и многое другое. По пути от островка к островку мы встретили команду участников квеста по истории родного города. Это как бы знают все, кто с детства здесь живет, и жители должны, обязаны это знать. Интересный квест? Да, очень. Еще и познавательный, наверное. Да. Интересно очень знать историю нашего города и вообще побегать, поиграть, повеселиться. Бульвар наполняла музыка. Под аккорды знакомой мелодии танцевали не только пары отдыхающих в этот день зверевчан, но и, казалось, даже те, кого запечатлела фотокамера на Дне города год назад, вот на этих снимках. Наша библиотека подготовила очень интересную программу праздничную. Происходит у нас праздничная площадка, где происходил бенефис читателя. Там мы поздравляли всех наших читателей, самых лучших читателей библиотеки. Было очень много праздничных интересных номеров. Очень много литературных конкурсов было, конкурсов, викторин. Дети могли участвовать не только дети, но и взрослые. Каждый житель мог написать поздравления своему любимому городу. А вот так же и солнышко собирали лучики тоже поздравлений городу. Библиотекари запаслись невероятным количеством подарков, которыми одаривали, например, лучших читателей. Сколько книг прочли? Считали? Ой, у меня более дома 300 книг, я их почти все прочитала. А у библиотеки так я уже и сосчитать не могу. На этом островке тоже не обошлось без сюрпризов. Музейно-краеведческим отделом библиотеки был проведен краеведческий развлекательный час. Присутствующие смогли не только узнать о многих предметах быта советского периода, но и подержать в руках экспонаты. Завершился час мини-фейерверком. Детские библиотекари подготовили свою программу. Детская библиотека имена Кукина сегодня представляла на молодежном бульваре три зоны, творческих зона, рукотворные чудеса, вот она вашему вниманию. Затем зона, литературная зона, в которой были представлены литературные кафе. И в кафе мы представляли в меню литературную дегустацию. И интересно очень, впервые мы представляли такую зону, это фото зона. Очень интересный момент в сегодняшнем празднике у нас был, это литературный табурет. А на этой площадке каждый зверевчанин смог поучаствовать в создании особого символа города. Поскольку я искренне полюбила Зверево, я оставлю здесь свое сердце. О подарках я уже сказала, так вот нашу съемочную группу не обидели. А чтобы вы не подумали, что мы преувеличиваем грандиозность праздника, состоявшегося на молодежном бульваре, вот доказательства. Я сегодня рассказала несколько стихотворений и получила много призов. И это было очень хорошо. У меня есть и братья и сестры, особенно семья, она очень хорошая. И вчера мы с подругой делали объемные фигурки из бисера, а библиотека Докукинская, мне очень нравится. Там очень интересные книги. По соседству с бульваром, отмечающим день рождения города, в парке тоже отмечали праздник по поводу дня рождения, только новой семьи. Поздравляем с вашим знаменательным событием. А скажите, пожалуйста, как вам то, что ваша свадьба совпала с днем города? Не знаю, это как-то необычно, наверное. Но это приятно? Конечно, приятно. Очень приятно. Очень приятно. Выковечится все. Конечно. А вы сегодня хотите что-то пожелать родному городу? Просветание. Чтобы он просветал. Давайте по очереди. Давайте пускай. Пускай оно улучшается, и улучшается, и побольше всего делают, чтобы был очень красивый город наш. На празднике было столько много интересного, столько людей, и не только. Я даже успела познакомиться, найти себе подругу. Знакомьтесь, Грация, которая к нам приехала из Новочеркасска. Ощутив себя настоящей казачкой, захотелось отведать и казачьих блюд. Любим такие праздники. Сегодня у нас необычный праздник, 200 лет городу. Поэтому более-менее расширили свою площадку. Сготовили ухи достаточно, многое достаточно вкусное. Шулюм обычно с бараниной сделали. Вот все, кто пробовал, пока хвалят нормальное. Так что на здоровье всем нашим жителям. Постарались всех угостить. Напитавшись казачьими традициями, наша съемочная группа направилась посмотреть коней железных. Этот табун расположился в районе стоянки магазина «Пятерочка». Сразу и не увидишь, где проходило следующее мероприятие, соревнования. Но, как говорится, шли на звук. Точнее, автозвук. Всего 36 участников. Со всех городов. Красная Сулина, ЗОВ, Шахты. Даже с Краснодара есть. И вон она машина, самые дальние участники, это Вологда. Как бы мы дружим с Волоградом. Ну, дальние участники приехали. Ну, что еще? Возможности какие? Вот скажите, предел какой звуковой? Ну, у нас здесь много номинаций. Номинация по басу – это максимальный рез в машине. И вот, который сейчас идет, это класс 139.9, 129.9. Это называется басрейс. Такой, ну, нервное такое. Надо не само много навалить, ну, накрутить. А навалить – это такой термин у нас в автозвуке. А именно приблизиться максимально к этому результату – 129.99. И это, понимаете, какие-то нервы. Ну, интересно и нервы. Потом есть класс фронты. То есть много динамиков в дверях, громких систем. Ну, это тут уже определяется самый громкий. У кого громче, у того громче. А так вообще все по классам. Сколько у кого динамиков, какого размера, ну, и того прочего. А скажите, пожалуйста, а что сейчас в тренде? Что сейчас модно все-таки? Когда машину разрывают по запчастям, когда высыпаются лобовые стекла, у нас там есть проекты. У нас здесь генеральный спонсор – Динамик Стейт. У нас есть здесь именно машины, собранные на этих брендах. Как бы можете ощутить, послушать. Ощутить на себе. Приняв предложение ощутить на себе все прелести автозвука, мне хватило пары минут, чтобы, как Станиславский, воскликнуть «Верю, верю». И это еще не все возможности авто одного из победителей соревнований – Михаила Якушева из Новошахтинска. Начал я заниматься где-то лет пять назад. Мое первое увлечение появилось. Это был у меня автомобиль «шестерка», ну, ВАЗ шестой модели. Там было пару, так сказать, овалов, мы называем динамики, овалы, и пищалки с домашнего кинотеатра. Мне казалось, что лучше просто звука не существует в мире. Ну, а потом просто начало вовлекать, вовлекать, и пошло с любительского, вот, перешло уже в более профессиональное. Вы как можете описать свою установку? Что у вас, сколько чего? Так, ну, у меня оформление стена, бандпасс четвертого порядка, сложные, да, названия? Стоит шесть сабвуферов 15-дюймовых и два двухкиловаттных моноблока на них установлено. Результат официальный составляет 157,8 дБ. Надо сказать, что такое оборудование автомобиля – удовольствие не из дешевых. Только один сабвуфер стоит около 10 тысяч рублей. Моноблок в два раза дороже, считайте сами. Но что не сделаешь ради любимого хобби? Друзья, а в вашей машине всего лишь четыре динамика? Тогда вы отстали от моды. А вот это увлечение еще дороже обходится своим владельцам. Ростовский специализированный клуб представил выставку ретро-автомобилей – восемь уникальных машин. Просто кладезь для любителей селфи. Возле этого раритета желающих сфотографироваться было особенно много. По приглашению главы мы сегодня приехали показать жителям Зверева красивую старинную технику. Вся техника пришла сюда своим ходом из Ростова. Все справились с задачей, никто не сломался, не перегрелся, не выбыл. Так что все получилось удачно. Это Ford A 1928 года выпуска. Это американская машина, сделана она была в Соединенных Штатах и там жила всю жизнь. А в Россию она попала буквально в прошлом году. Просто ее сюда привезли по морю, ничего затейливого. И с тех пор она здесь. Здесь ее не реставрировали, просто сделали ТО, обслужили, чтобы она ездила, заводилась. Какие-то там реставрационные работы она проходила в Америке небольшие. А так вот абсолютно оригинальный комплектный автомобиль на родных колесах, на родных спецованных ободах, с родным мотором, с родным салоном. То есть можно сесть и окунуться в эпоху 20-х годов, в Великой депрессии, гангстеров и сухого закона. Садится леди, надо должное отдать. Она увидела в победе. Шумахер может отдыхать. Крутальную компанию ретро-машин разбавляли автомобили конкурсанток «Автоледи-2019». Этот первый муниципальный конкурс пока что привлек четырех участниц. Но каких? Девушки успешно справились со всеми заданиями. Визитка, необычный декор авто, знания правил дорожного движения, знания медицины и, конечно же, элементы фигурного вождения. Все участницы были великолепны. Дипломом «Очарование» была награждена Анна Хурдей. Диплом «Элегантность» получила Юлия Верисовая. Елена Бачурина была удостойна диплома «Леди-спасатель», а лауреатом конкурса «Автоледи» стала Ольга Гулюта «Так держать девушки». А в это время на «Газпромовской площадке» шли показательные выступления спортсменов. Во время этого мероприятия продолжалось вручение юбилейных медалей выдающимся жителям города Зверева. Я работаю как бы не для медалей, делаю свое дело, работаю с детьми много лет, готовлю гимнасток неплохого уровня, областного и всероссийского уровня. У нас сейчас девочка одна, член сборной юношеской команды молодежной России, Даша Железнякова. Да, да. И мастера спорта сейчас учатся наши выпускники в институтах физической культуры. И сейчас вот девочки готовятся заканчивать школу, тоже будут продолжать мое как бы дело. Мы надеемся, что они потом приедут в наш город продолжать мое дело. За то, что она красивая. Гимнастика, да? Да. За то, что она нас многого научила. Это уже Раисе Константиновне слова, да? Да. Мы очень любим ее. Ну скажите о Раисе Константиновне тогда еще что? Ну, нам нравится гимнастика, потому что Раиса Константиновна нас воспитала как... Она как вторая мама. Ух ты, ух ты, не болтай, ерунду не сочиняй. Сядем рядом, посидим и про жизнь поговорим. И она внутри так красива, пусть в порядку с ней добрее. Незабываемые впечатления оставили у детей и взрослых показательное выступление шоу-трансформеров города Ростова-на-Дону. Вот это да! Вот это тут мальчик! Как танцует! Вот этот младенец! А кто хочет поиграть в лимфах? В корне разного. По радостным лицам горожан и гостей Зверева праздник удался на славу. Отлично, отлично, красиво все. Гости вот приехали рады. Мы с Новошахтинском, мы с мужем, к родителям приехали в гости. Вам нравится, как праздник, как город. Супер, классно! Нам вообще очень понравилось. Очень здоровая организация. Вообще понравилось Зверево, понравился парк новый, хороший. Мы иногда не бываем просто в этом парке, с работой некогда. Это очень нам понравилось. Вы еще не достойны, но уже впечатляет. Впечатляет, да. Вот мне очень понравилось. Спасибо большое. Прекрасное настроение, праздник хороший. А что конкретно понравилось? А мы недавно подошли, мы смотрели, как детки выступают. Очень вообще замечательно. Что бы вы добавили? Присоединяюсь. Отличная организация. Радует, что поставили пиво, туалеты, урны. Так что я надеюсь, что завтра утром будет чисто здесь. Так, все отлично. Все культурно, себя жители тоже все хорошо. Да, никаких проблем. Адекватные люди. Так что все без эксцессов проходит. Да, понравилось. Ну, то, что мы выступали. Еще то, что разные герои были. Еще то, что разные красивые места были. Ну, и аттракционы. Ярко, зрелищно. Все очень красиво. Людей много. Ну, а дальше посмотрим. Надеюсь, еще будет. Мы желаем, чтобы вы у нас на праздниках были почаще. Спасибо. Конечно, будем в следующий раз. Хорошая музыка. Прошли все, что, возможно, очень красиво в городе стало. Ну, только расцветает, наверное, все. Ну, что еще сказать. Если интересно, вы житель нашего города или приезжаете? Конечно. Всю жизнь живу здесь. Да, ну, с каждым годом все хорошеем и хорошеем. Супер, супер. Хороший праздник. Уважаю. Молодцы. Сегодня намного лучше, чем в прошлом году было. Концерт хороший. Все отлично, все замечательно. Шарики. Шарики понравились? А музыка, аттракционы? Понравились. Все впечатляет. Организация прямо на высшем уровне. Для Зверева, конечно, это очень большое. Как бы прогресс, можно так сказать. Все замечательно. Все довольны, все рады. Спасибо огромное организаторам. Ярмарка очень хорошая. Мастериц много в городе. Ну, вообще гуляние хорошее в этом году. Достали молодежь, как танцевали маленькие, очень хорошо. И сейчас вот. Ну, мы пришли послушать баяниста. У нас город просто прекрасный становится. Мы гордимся нашим городом. Мне понравилось все. К 20.00 на площади, как говорят, яблоку негде было упасть. Все с нетерпением ждали выступления московских артистов. Ожидания были не напрасны. Часовое представление баянистов пролетело, как одно мгновение. И общее ликование, восторг, наслаждение. Море эмоций, позитива. Где только степь была две сотни лет назад Листвой шрунят деревья и дома стоят В краю родной богатым солнечным углем Есть город Сверево, в котором мы живем И поехали! С днем рождения Сверево! Наш город всегда молодой Когда ты смотришь уверенно Оставив приказа с дыной Года в года все краше дым У всех, как большая семья И победами нашими гордится Татарская земля Вместе-вместе прыгали! Ручки выше! Край русской слабых и казачьих куреней Край работящих, сильных и простых людей И тот, кто здесь родился, знает с малых лет Дороже Сверевских, простого места нет С днем рождения Сверево! Наш город всегда молодой Когда ты смотришь уверенно Оставив приказа спиной Год от года все краше дым У всех, как большая семья И победами нашими гордится Татарская земля С днем рождения Сверево! С днем рождения Сверево! Любви, счастья, здоровья, успехов, доброты, счастья, с праздником и вместе! С днем рождения Сверево! Наш город всегда молодой Когда ты смотришь уверенно Оставив приказа спиной Год от года все краше дым У всех, как большая семья Ведь победами нашими гордится Татарская земля С днем рождения Сверево! С днем рождения Сверево! Наш город всегда молодой Когда ты смотришь уверенно Оставив приказа спиной Год от года все краше дым У всех, как большая семья И победами нашими гордится Татарская земля Гордится Татарская земля Гордится Татарская земля Браво, браво! Друзья, давайте подарим еще раз бурные-бурные аплодисменты Нашему замечательному Сергею Войтенко Московским звездам был устроен радушный прием с памятным подарком Разрешите от всего нашего многочисленного коллектива 2000-го города Сверева Тоже вам преподнести награду Благодарственное письмо И не такой большой подарок Это, покажи, пожалуйста, всем Это символ движения вперед От города Сверева-Баян-Убикс Сергея Войтенко Ошеломляющий всплеск эмоций Вызвал и праздничный фейерверк Порядка 150 ярких красночных залпов Прозвучали в небе, подарив фонтан невероятных красок и огней Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и это было еще не в слону Выступление шоу-группы Вольфстрим и переграфического шоу-группы Вик Кай продолжили праздник И еще об одном мероприятии, которое состоялось не в центре города, а на Проскуринском пруду Это спортивная рыбалка В этом юбилейном году рыбка не разочаровала участников этих соревнований В сравнении с прошлыми годами, когда улов исчислялся граммами В этот раз обитательницы пруда радовали рыбаков и размером, и весом Те, кто впервые решил попробовать, насколько это привлекательное занятие, по мнению бывалых рыбаков Окончательно убедились в том, что рыбалка действительно умиротворяет, расслабляет, доставляет огромное удовольствие В соревнованиях в этот раз участвовали 24 человека, разбившись на команды И вот результат На первом месте оказались Никитины и Сиротинцеви Их улов составил 7,30 кг На втором месте Амелечкин, Калягин и Сидорков Улов составил 4,595 кг И на третьем месте Лещенко, Антонов и Юрченко Они поймали 1,870 кг рыбы Так что, ребята, хорошие всем ухи МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин